Интеллектуальная транспортная система. Она включает в себя все, что связано с движением в городе. Внедрять проект в Москве и Санкт-Петербурге начали в 2011 году. Сегодня он расширяется на регионы. Работу ИТС на первом дорожном участке пока еще в качестве эксперимента продемонстрировали накануне на пересечении улиц Попова-энтузиастов в Барнауле. На данном перекрестке установлен дорожный контроллер и детекторы транспорта. Дорожный контроллер занимается управлением непосредственно светофорными колонками, распределением фаз. Детекторы транспорта собирают статистику, собирают данные о транспортных потоках. Это скорость движения транспортных средств, занятость по полосам. Пока модернизировали 7 светофорных объектов. Всего по плану первого этапа будет модернизировано 12 объектов по улице Попова от 57 до 188 дома, а также метеостанция на улице Луговой. Работы планируют закончить в начале этого декабря. Эта система позволит в адаптивном либо вручном управлении с помощью диспетчера осуществлять дорожное движение. Если сказать простым языком, то система будет предлагать на основании данных о транспортном потоке, предлагать варианты, либо сама перенастраивать варианты для улучшения дорожного движения в общем, в уличной дорожной сети города, либо предлагать их диспетчеру. На основании данных диспетчер будет соответственно выбирать наилучший вариант движения. Управлять светофорным объектом также удаленно, без выезда на объект, можно перепустить трафик, либо включить режим желтого мигания, кругом красный. Сейчас мы находимся в стадии именно запуска и включения интеграции. Эффект будет виден через 1-2 месяца. Средняя скорость потока должна вырасти, должны уменьшиться пробки. На развитие ИТС в крае с 2020 по 2022 годы направили около 300 миллионов рублей. Программа рассчитана до 2025 года. На следующих этапах запланировано модернизировать светофоры на основных магистралях города, построить центры по обработке данных и управлению дорожным движением. Иными словами, должна быть создана единая платформа управления транспортной системой. И все региональные ИТС хотят объединить в федеральную сеть. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.